Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Шарарама. Как видим, там дальше очень интересное событие какое-то будет через два дня. Но что сегодня нового, мы сейчас узнаем. Итак, собери коллекцию, получи подарок. Составь расписание мечты. Ну, в принципе... В принципе, вот и всё. Давайте, наверное, начнём собирать коллекцию. Скорее всего, это долго. А потом уже будем расписание составлять. Итак. А, всё, я понял. Опять ходить по клубам, собирать монетки, бриллианты и ноты. И получается фон, цирк, наличную карточку. Ну, я сейчас так быстренько пройдусь. Тем более, как раз видно на суматохе или где. А, тут куча целая, ну, клубов. Поэтому быстренько в них зайду. Найду, как выглядят эти все стикеры, скажем так. Что-то я здесь пока никого не вижу. Ладно. Следующий клуб. Это мой. То есть, в свой нельзя. Так, 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 так. Что-то второй подряд, как бы, холостой. Или я просто не вижу. Да, как-то странно. Обычно, довольно-таки часто попадаются, особенно сначала. А, нет, энергия. Там, где энергия есть, позитивная, значит, уже стикера не будет. Это 100%. Это проверено. Так, там платно. Там тоже платно. Платно. Казань. Но это не Казань, Казань рядом была. Так, что у нас здесь? Вот бриллиантик. Вот бриллиантик. Так выглядит. Прикольно. Бриллиантик нашел. Хотелось бы еще найти ноту. И смайлик. Так, салон от Зойки. А, стоп. А, вот же. Монетка эта, да? Смайл. Прикольно. Поперло называется. Два подряд клуба и две. Две фишки. А, стоп, я же тут был. Так, вот еще один клуб. Нет, тут я ничего не вижу. А, вот, кстати, первая нота. Видите, вот так она выглядит. Такая розовенькая, красивая. Я уже, наверное, алмазиков этих или бриллиантов нашел штук 15. Смайликов тоже штук 10. А нота была только первая. Вот такие пироги. У некоторых, наверное, будет редкий смайл, у некоторых бриллиант, и у меня вот ноты редкие. А, вот последняя нота, по идее, если я ничего не напутал. И сейчас получим свой фон и пойдем дальше по заданию. Вынужден признать, что, возможно, я пропускал некоторые ноты, потому что они такие розовенькие, я даже не видел их толком сначала. Пока первую не увидел нормально, то как-то на розовую не обращал внимания. Итак, вот такой фон. Как он выглядит? Да, вот так он выглядит. Вот. В принципе, нормальный фон, красивый все. Задание так, ну, минут на 15, если сильно повезет, может, даже на 10. У меня это заняло где-то так минут 15 времени. С этим разобрались. И идем теперь составлять расписание. Итак. Кстати, это что? Довинки гардероба? Подождите, у меня такие были. Прикольно, это... А, это учителем можно стать, да? А на колду и оценки. Ох ты. Ладно, поговорим сначала с шарикоттером. А давай составим расписание мечты. Никаких скучных уроков. Ищи таблицы с уроками в шарараме. И получи приз, рубашка и кеды. Слушайте, ну, у меня последние эти... Пару недель, вот эти вот задания... Ищи, достали, если честно. Ищи, ищи, кажется, их ищи. А я их что-то не нахожу. Давайте тогда наколдуем оценки все-таки. Наколдуй оценки в дневник. Возьми волшебную палочку. Хорошо. И что теперь? Набери 700 баллов за несколько раз. Кликай по хорошим оценкам. А по плохим не кликай. Потеряешь попытку. Понял. То есть, как мы вот котиков там со сфинксами искали, да? И, кстати, диван отлично получится, да? Давайте попробуем один раз. Так, 4, 5, 5, 5. Ага, и время же там проходит, да? Естественно, пятерки и четверки очень быстро заскакивают обратно. А тройки держатся. По полчаса называется. Пятерок вообще уже почти не видать, вот только сейчас. Опа, пятерочка. Ну, фактически, я так понимаю, это несложное задание, потому что, видите, сколько баллов много, кажется, вот за один раз накопился, да? Так, подождите. А это ж... А, ну да, время же идет. Да, время, как и в котиках, минута, наверное. А то я что-то закликался, смотрю, вроде как уже должно было время закончиться. А оно все никак не заканчивается. Но здесь, кстати, легче, чем с котиками. Когда котики, там вариантов особо... Смотрите-ка, 47 баллов. Спасибо. А нужно всего 700, да? То есть, фактически, там можно задание выполнить за, там, не знаю, минут до 15, да? Так, если не сильно напрягаться. Так, хорошо, с этим разобрались. Здесь тоже все понятно. Дальше. Новинки для гардероба. Получается, вот такие у нас учителя, да? А, шар Тесла. Ох ты, прикольно. Костюм Физика. А здесь костюм Химика. Костюм Физрука. Такой самый простой, да? Кепка включена, интересно, или нет? Классный журнал. Прикольно. И указка. Ого. А давайте я для начала попробую. Вот так вот. Ну и костюм Физрука, он тоже за смешинки. Почему бы его не купить? А так, дальше. А это у нас что? А, ну костюм Физрука тоже можно купить, да? А, Физика. Физика и Физрука. Нет, мне все-таки Физика. Я почему-то пропустил, что он за смешинки. Ну, кстати, вот этот вот шар Тесла давайте я тоже куплю. А вдруг он прикольный? Правда, не знаю, куда я его буду одевать, но посмотрю сейчас. А потом пойду искать дневники. Так. Костюм Физика. А кепку дайте? Без кепки, оказывается, костюм. Вот, взяли и обломали мне. Кайф весь. Так, ага, или указка, или шар, или дневник. Блин, было бы классно, если в одной руке дневник, а второй указка. Да, ну, наверное, скорее всего, я буду в руках держать дневник, потому что у меня дочка 1 сентября идет в школу. Так что я узнаю, что такое проверять дневник и так далее. В общем, моя участь это все-таки дневник. Так, дальше, фон. Нужно фон какой-то подобрать, потом кепку. Мне вот, не знаю, мне вот этот фон вообще, я от него балдею просто. Мультфон подводный. Он подходит практически под все. Такой красивый, меняет свой раскрас, там лучи еще падают. Вот, кому что, мне вот нравится этот фон. А дальше, и... Так, шапки, прически. Да нет, так чересчур. Это уже не физик, это уже, не знаю, какой-то робот там, что ли, да? А что же сюда подойдет, интересно? Это физик называется после того, как дети сделали неправильный эксперимент, да? С такими волосами. Так, что еще можно сюда поставить? Так, а вот это что? А, это летающая. Ну, кстати, тоже, да? Да, если физика, там, что-то неправильно потрешь, там, и так далее, то кепка будет летать. А, ну, значит, мне прическу нужно поменять тогда. А, она же здесь, да? Прически, прически. А, она же идет с прической. Точно, она же идет с прической. Ну, тоже вариант, кстати, после неудачного эксперимента такие волосы получить. Вот, все, пускай будет так. Мне, в принципе, нравится. Не знаю, как кому. И фон сюда в тему, да? А, ну-ка, как я тут хоть выгляжу? Ну, ничего такой. А, очки нужно поменять, еще очки, точно. Я забыл поменять очки. Там, кстати, расписание какое-то нарисовано, нужно глянуть. Так, очки. Ну, в принципе. Не знаю, у нас, кто физику не вел, никогда никому не подмигивал. Были все строгие, там, и так далее. Ну, нет, это точно не для физика. Вот это еще для физика типа пойдет, да? А, не знаю, мне такие нравятся. Хоть они, конечно, и не серьезные, но зато красивые. Так. Расписание. А, сюда нельзя нажимать. Понедельник. Ладно, попробую найти что-нибудь интересное еще в Шарараме. У меня, кстати, не было времени, и я так ни одного призрака не нашел. Хотя, вот чудик, пожалуйста. Сразу, как и в прошлый раз, на пляже нарисовался. А, кстати, вот я еще и мебель не смотрел. Да, здесь мебель была. Интересно, давно она здесь стоит. Что здесь у нас есть, смотрите. А, Шарафон Граффити. Ух ты. Крутой Шарафон. Блин, жалко, мне нету румбиков. Я бы его купил. Нюшины часы тоже очень красивые. Как бы, реально здесь все крутое. Пуф, кубик Рубика, класс. Куплю себе таких, не знаю, десяток. Они реально классные. Так, сейчас быстренько скуплюсь уже. А то у нас чаще, часто очень много народу, да, в гостях, поэтому сидеть всем негде. Все стоят почти. Вот хотя бы таких кубиков понаставлю. Целую кучу. Не знаю, сколько я их уже купил. Короче, ладно, хватит. Дальше, джакузи. Ну, джакузи, как же без джакузи. И светильник молния. Красивый светильник. Надо себе домой тоже такой взять. Фон позитив. Ну, не знаю, я бы за фон бы не отдал бы 5 румбиков. За часы отдал бы, за фон нет. Окно с жалюзи. Ну, тоже. Даже 6, а не 12, я бы не отдал. Вот такие вот у нас покупки. А я сразу не понял, как эти таблички выглядят. Оказывается, вот так. Смотрите, основы лайков и репостов. А ты нашел один урок. Продолжай поиски. Я думаю, будут про эти основы рассказывать. Оказывается, нет. А вот еще одна табличка. Культура сна. Тоже поет. А дальше. Бургера едения. Третья табличка. То есть, оказывается, таблички не так сложно и собирать. А смайл описания. Я почему-то вообще на таблички не смотрел. Я искал, не знаю, почему-то классные журналы. И мне они так этот... Или почему-то в голове выскочило, что... Раз уроки, там, значит, какие-то журналы должны быть. Основы мемологии. Типа мемы, да? Прикольно. Это уже пятый журнал. Шоколадо знание. О, это классный урок. Я бы на такой бы сходил. Причем даже пару раз. Диванолежание. Ух ты, какой урок. Даже такой есть. Но не советовал бы его учить, потому что можно всю жизнь на диване пролежать, как говорится. А вот еще один урок. Рэп и культура общения. Ну, ничего так. Пускай будет. Не слишком полезный для школы, но нормальный для жизни. А вот еще табличка на зебрийский язык. Ну, языки, конечно, знать хорошо, а по себе знаю, что я плохо знаю языки, поэтому это мне, скажем так, в жизни мешает. Так что всем советую учить языки хотя бы пять. А вот последний этот, последняя табличка Ютуба смотрения. Ну, тоже одобряю, да? Если бы Ютуб не смотрели, если бы не смотрели наш канал, то Шарамбы я, естественно, не записывал. Поэтому последний, вот как раз на удивление последняя табличка, да? Так же совпало. Ура, расписание составлено. Веселый будет у нас год. А твой подарок, рубашка, кеды, успей на перемену. Прикольно, класс. В следующий раз переоденусь в этот костюм. Получается, за буквально там минут пять или сколько-то я нашел все вот эти вот таблички. И вот, кстати, да, Шарикоттер этот, ну, в общем, отсюда исчез. И смотрите, вот теперь расписание проявилось, да? Вот, суббота. Диван, належание, шоколад, опознание, бургеры, едение. Ну, и для этого того, чтобы разбавить все эти вредные, скажем так, привычки. Ну, вообще, в субботу отдыхают, да? Вот у нас, смотрите, там, легли на диван, поели шоколада, или там, съели бургеры, заели шоколадом, запили, если горячие. То есть, очень-очень вредные привычки, да? Ну, и напоследок, зябрийский язык. Типа, там, немного подучить. Вот такие пироги с расписанием. Так что, не все тут хорошо. Дальше, допустим, понедельник. Зябрийский язык, культура сна, рэп и культура и основы лайков. Ну, такие вот у нас расписания. А, ну, кстати, с расписанием проблем, видите, никаких не возникло. А вот именно с этими призраками я до сих пор ни одного не могу найти. Может, у меня глюк какой-то в игре. Вот сейчас опять я лазил, лазил по карте довольно-таки долго и ни одного не встретил. И в прошлый раз тоже заходил, лазил, не встретил. То есть, наверное, какой-то глюк, потому что 40 штук их нужно найти. Если они так редко попадаются, как их можно 40 штук найти? Так, ну что ж, пришло время вернуться в свой клуб. Смотрите, как прикольно я выгляжу. Вот мне нравится именно на этом фоне. На этом фоне просто обалденно с крошем. Такая рамка, такая шапочка, голубенький халатик. В общем, не знаю, кому мне очень понравилось. Именно вот в этом исполнении, да? Сегодня сильно интересного опять ничего в обновлениях не было. Хотя вот по анонсу в следующее обновление будет какое-то крутое. Там, в общем, я даже не успел прочитать что-то, но картинка была очень красивая. А картинки умеют делать разработчики. Поэтому в следующем обзоре, надеюсь, будет гораздо-гораздо интереснее. А пока ваши подарки быстренько, сообщения, там, заявки и так далее. Я, кстати, так и не понял, для чего эти инструменты? Кто помнит? Машина, может быть, чинить там или что-то такое делать. В общем, подарок от Украинки, от Кирюньки, Паста Борилы и Эмили. Одни девочки или Кирюнька, это, наверное, не девочка. Эмили, Шустрик, Джулит и Лилеонора. Кстати, у Шустрика прикольный такой костюм, да, котика такого. Марьяна Шеф, Лисуха, Я, Элджей и Крош. Валки, Полин, набор цифр, я не буду читать, такой нямкет. А также Иго Гоша прислал энергию позитивную. Мозг внутри, но это хорошо, когда мозги на месте, да? Да еще и на нужном месте. Мисс Роуз и Мистик. Кит, Татьяна Эсте, Козлик и Настя. Лапка, Ар, Аленочка М и все видней в. Хорошо, что не закончена фраза. А также Домик, Катюша, Пайпер и Данил Стрим. К сожалению, подарки на сегодня все. Но есть же еще открытки. Открытка от Данила. От Украинки. От Марии. От Королевы, я так понимаю. Королев. Артем. Эмили. Дасмешкан. Марьяна Шеф. Лесуха. Артем. Спамер, блин. Элеонорка. Лапка. Мага. Шейди. Юрма. Ап Эпеней как-то, наверное. Аня. Ася. Целый набор. И Ева. Вот такие сегодня были открытки. Так, ну, ваши заявки сейчас постараюсь принять. 152 заявки. Кстати, не знаю, сколько сейчас у кого-то времени. Ну, смотрите. Куча народа онлайн. Ну, небольшая, конечно, куча, но все равно есть. Так, ну, у меня в воскресенье было днюха. Кто узнал, кто помнил, кто там, не знаю, подсмотрел. Тем всем спасибо, что поздравляли меня. И в Шарараме больше всего, кажется, там, ну и на Ютубе. Если пару сообщений увижу, то озвучу. Спасибо, Ади Портал Бой. Так, загляни на свою страницу. Сейчас гляну, если что-то интересное, покажу. Так, ну, прикольный такой смайлик. Ну, не смайлик, такой рисунок. Это типа я вот такой, да? Ясно. Там еще вот разные рисунки на странице. Я редко сюда захожу. Так, поиграю в Mesh Room Wars. Ого, что это такое? Даже не знаю, заглянуть. А, глянул, битва грибов, там, что-то такое, да? Ну, как-то такие игры, там, вот, мелкие, где-то всякие битвы, там, защиты. Не сильно вообще смотрите вы у нас на канале. Ну, в них, в принципе, каждый может поиграть, как бы. Или нужно там доходить до супер-пупер какого-то развития, чтобы было интересно. А просто один обзор, как бы, по этой игре, я думаю, не будет востребован. Ну, я кинул все закладки. Возможно, когда-то и запишу, но не сейчас точно. А вот, кстати, и... А, ну это по этой игре, да, видите, грибок. Раз сюда уже залез, то быстренько пролистаю, что здесь пишут народ. Так... Это чувство, когда кто-то играет один год и уже элита, а ты три года и еще нубоваст. Ну, как бы, не нужно так радикально. То есть, каждый играет по-своему. Для каждого, ну, как бы, есть свой уровень нубства, скажем так, да? То есть, если ты там маленького уровня, там, или чего-то там, у тебя вещи какие-то не крутые, это не значит, что ты еще нуб. Главное, как ты относишься к себе, как бы, вот, это самое главное. Так, ну, хватит там с этой страницей. Поиграй, пожалуйста, в Майнкрафт. Ну, поиграю в ближайшие дни, обязательно поиграю. Просто я же... У меня время, в последнее время, очень мало, кажется, там, проблемки какие-то, плюс день рождения. Плюс я там скачал этот, ну, самую последнюю версию Майнкрафта. Вот это вот 1.13.1, по-моему, было. Пытался там поставить какие-то моды на нее. Даже зашел в игру, кажется, там, нашел что-то интересное. Ну, нашел на берегу, короче, этот корабль такой, типа, потопленный. В нем трюм был забит песком, я его отрыл, нашел там карту сокровищ. Но потом не понял, как ей пользоваться, не нашел. Я, в общем, сокровище. Мне это все надоело. Я закончил обзор, удалил его, короче. Потом вернулся опять к 1.12 версии. Опять там что-то, не помню, ставил, делал. Опять ничего не получилось. В общем, психанул и задвинул этот Майнкрафт опять на пару дней. Потому что бывает, но иногда что-то не получается. Не потому, что я не хочу, а просто, ну, бывает такие дни, скажем так. Это не то, что я там не помню про Майнкрафт. Просто вот бывает не получается. Привет Маталину Кириллу. Что ж вы с этим Миркомиром все ко мне пристали? Я когда зашел в него, он мне не понравился. Поэтому я его не записал. Это было, правда, уже очень давно. Может, там все поменялось, как бы. Но, возможно, еще когда-нибудь зайду. Только когда там будет что-то уже такое, более-менее играбельное. Привет Шарфик, которого там недавно разблокировали. Батя Хай пишет. Есть такой сайт, не буду его читать. Даже он написан чуть неправильно. Отположил 50 рублей, получил миллион. Ну, просто почему я это сообщение прочитал. На будущее, там, на всю жизнь запомнить такую вещь. Есть золотое правило. Казино никогда не проигрывает. Это золотое правило. Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, ни при каких-то природных катаклизмах никогда казино не проиграет. Так просто это устроено. Вот как вы летать не научитесь, да, допустим, так и казино не проиграет. Ну, грубо говоря. Поэтому даже если там когда-нибудь там вырастить, возросла жизнь, захочется поиграть, то есть, ну, это очень плохо, потому что казино не проигрывает. Люди квартиры проиграют, машины проиграют, там, зарплаты проиграют. Там, потом семьи распадаются из-за того, что люди играют в казино. Всякие там вот эти вот... Ну, никогда никто не выиграет. Вы можете один раз выиграть там, каких-то, не знаю, там, пару тысяч рублей, а на следующий день, кажется, придете, проиграете там миллион, правильно. Вот так что... Ну, такой крик души, потому что я все это знаю. Я видел людей, которые попадали на этом. Ну, поэтому не стоит даже начинать. А даже на бесплатных вот этих вот симуляторах лучше не играть, потому что на бесплатном поиграл. Дело в том, что на бесплатных там все сделано так, что там все получается у тебя. То есть ты там виртуальных каких-то 50 рублей положил, там через неделю у тебя там виртуальных там миллион рублей. Ты думаешь, ой, класс, сейчас положу там тысячу рублей реальных, и ты их через 5 минут проиграешь. Ну, скажем так. Так, привет, шустрик. Наколдуй мне 100 румбиков и шика. Ну, вот смотри, шустрик. Вот видишь, у меня 4 румбика всего. Я даже себе наколдовать не могу. Даже 100 румбиков. Поэтому плохой, наверное, из меня колдун все-таки. Так что все, с колдовством покончено. Меняю профессию. Так, в каком городе Украины ты живешь? Ну, я, в принципе, не сильно люблю об этом распространяться вообще, о своей личной жизни, скажем так. Ну, я же вообще уроженец Днепра, как бы я родился в Днепре. Во многих городах жил, как говорится, там переезжал часто раньше. Но сейчас я живу в Никополе, это тоже Днепропетровская область. Ну, вот так как-то ответил на вопрос. Спасибо, Валки, за поздравления. Привет, как лето прошло? Ну, я бы, наверное, вот одним словом, если охарактеризовать лето, лето прошло незаметно. То есть, вроде бы, только ждали еще лето, вот оно скоро будет, да? А вот сейчас смотришь уже раз, и уже осень почти. Так что, ну, во взрослой жизни время летит очень быстро. Особенно, когда работаешь, когда там чем-то занят. То есть, время бежит очень-очень быстро. Так что, не торопитесь расти, наслаждайтесь этим, когда вы никому ничего не должны, вам ничего не нужно делать. Просто учитесь, отдыхайте, гуляйте. Вот так. Ты смотрел мультики Юникити? Наверное, нет, если вы правильно написали, если честно. Многие мультики, которые вот сейчас современные, я смотрел, потому что детям качаю, кажется, там, и на телевизор, кажется, там, скачиваю и так, кажется, там, всякие там, по Дисней каналу смотрим, бывает вместе. Ну, как бы, тоже и на Ютубе разные, кажется, вот, но такого не помню. Так, вот сообщение, расскажи, как получить румби или карту просто. Просто шара чит не работает. Ну, я, насколько знаю, никакие читы не работают, я это всем говорю. Ну, может, кто-то на видео там что-то, кажется, намонтировал, типа, работает. На самом деле, это все неправда. Если бы это работало, разработчики об этом бы сразу узнали и сразу бы это все исправили. То есть, это их деньги, поэтому они с этим, я думаю, борются очень сильно. Так, вот, Лин, Лина Ми пишет, что у нее день рождения 27-го числа, то есть сегодня. Но я уже записываю ночью 28-го, поэтому с прошедшим тебя днем рождения. Тебе тоже всего хорошего. Вот, то, что мне там все нажелали, вот, того же самого тебе. Привет, Упор Спичкин. Привет, Маша, с красивым ником Цветочек. Поиграй в Привет, Сосед. Да, постараюсь поиграть. Тем более, по-моему, там полная версия уже вышла, если не ошибаюсь. А может, ошибаюсь. Надо будет, надо будет. Я не повторяю, я не повторяю. Привет, Дремик 2017. Пора бы уже переименоваться в Дремик 2018. Тем более, что в Шарараме можно переименовываться там раз в какое-то время. А у тебя МакБук. Не надо ругаться, у меня обычный компьютер. Без всяких там буков и маков. Не, ну я знаю, что это такое, я просто шучу. Спасибо, Алисия. Привет, коллега. Я знаю, что ты ютубер, я знаю, как это сложно. Я тоже ютубер начинающий. Желаю тебе всего хорошего в жизни и на канале. Ну, тебе тоже рокинг-люк всего хорошего. Успехов в развитии канала, чтобы он стал не начинающий, а уже такой развитый, популярный. Ну, я глянул, игрушка классная. Ну, на первый взгляд, единственное, что мелкое немного. Ну, я постараюсь, как будет у меня окно, записать ее. А я разве вонючка? Ну, не думаю, во всяком случае, даже если кто-то это обзывается так, то никто... Точнее, даже если бы это было правда, никто бы не смог этого унюхать и почувствовать, да? Вообще, есть такая пословица. Кто как обзывается, так и называется, да? Поэтому, если кто-то говорит гадости, то значит, он сам такой или сама такая. Привет, лунный бог. Ох, приколы от Хабирочки из ФНАФ, да? С Типашка, Мишутка и Каркуша создали свою собственную телепередачу. Спокойной ночи, охранник, да? Типа, вот мы играем за охранника и стараемся выжить там от этих всех персонажей, а они там типа от своего лица снимают телепередачу, да? То есть, наоборот, как, наоборот, охранника прибить? Кстати, было бы прикольно, если бы сделали эту же игру только от лица кого-то из аниматроников, да? То есть, типа, вот ты там подкрадываешься, а потом ба-бах, тебя заметили, там, ну вот. Ты там подкрадываешься с другой стороны, там, и так далее. То есть, ну, кстати, это идея на самом деле. Привет, Витя. Привет, агент Крот. Сними ФНАФ 5, пожалуйста. Ну, надо будет опять ФНАФ записать еще разок. Тем более, вот несколько сообщений про ФНАФ было, да? Ну, на этом наш обзор сегодня сейчас завершен. Надеюсь, все было хорошо, вам понравилось. Даже если нет каких-то интересных там квестов, стараюсь все-таки разнообразить чуть-чуть обзор. Поэтому, если вам нравится, поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии. Советуйте интересные игры для обзора. Благодаря вашим сообщениям часто нахожу что-нибудь интересное. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok